Начнем с новых сортов. Меня попросили рассказать вам про новинки, которые за 4 года появились. Появилось сортов много, но я вам покажу только то, на что бы стоило вам обратить внимание, как садоводам-любителям. Потому что основная тенденция сейчас при создании новых сортов – это сорта промышленные, которые убираются комбайном. Вам это не интересно, вам это не надо. У вас остальное какой интерес? Крупное, сладкое, устойчивое. Больше вас ничего не интересует. А производителя интересует устойчивое, урожайное, размер не имеет значения. Самое главное – пригодность к машинной уборке урожая. Здесь уже пошла вилка, поэтому мы будем сейчас адаптировать мою лекцию под садоводов-любителей. Итак, я ничего нового вам тут не открою, я только лишь напомню то, что вы уже знаете. Строение смородины всем известно, у всех на даче она у вас растет. Вы помните, что растение теневыносливое, но это не значит, что надо ее под яблони сажать. Она светолюбивая культура. Желательно, конечно, по возможности, чтобы кустик ваш купался в солнечных лучах, потому что ваш урожай будет зависеть от того, как сработает лист. Лист – это фабрика, которая производит органическое вещество из неорганического. Будет лист здоровый, будет лист купаться в солнечных лучах, значит, будет у вас хороший урожай. Корневая система достаточно поверхностная. Как правило, основные питательные корни находятся в полуметровом слое, где-то 0,6 метров глубиной залегают. Отдельные вертикальные корни могут доходить до глубины до полутора метров, отдельные горизонтальные – до двух. Но основной массив, который кормит это растение – это глубина полметра от центральной оси и в горизонтальном направлении где-то 0,6 метров. Это следует помнить, когда вы будете обкапывать свои кусты и делать подкормку органикой. Нельзя начать рассказывать о сортах, не разбив их по группам спелости. Итак, группу ранних сортов по черной смородине следует отнести на… Ну, это наш относительно новый сорт. В 2016 году он был включен в государственный реестр. Ранний, крупный, десертный. На сегодняшний день у нас наша организация, которая работает по селекции ягодных культур, создано 14 сортов. Из них 8 включены в государственный реестр. Здесь немножко неправильно объявили организацию, которую я представляю. На самом деле, я в аграрном университете работаю по совместительству, просто там читаю лекции. А основное место моей работы – Кокинский опорный пункт Всероссийского научно-исследовательского института садоводства-пельниководства. У нас филиал Московского научно-исследовательского института. И наша базовая организация – это ВСТИСП Москва. Просто у нас филиал. Мы занимаемся чисто научными исследованиями, конструируем новые сорта. Итак, из всех наших 8 сортов, которые включены в государственный реестр, вот этот сорт, брянский агат, самый сладкий. Ну, чтобы вы понимали, сладкий, кислый, мы дегустационную оценку ставим по 5-бальной шкале. Наверняка по 5-бальной шкале. 5 – это даст из фантастиш. Наверняка многие из вас знают сорт Дарс-Малениновой Александра Ивановича Астахова. Знаете. Дарс-Малениновой. Знаете такой сорт? Дарс-Малениновой по дегустационной оценке 5 баллов из 5. Мы его берем за эталон вкуса. Так вот, сорт брянский агат по вкусовым достоинствам не уступает знаменитому сорту Дарс-Малениновой. Этот сорт открывает сезон. Это самый первый, который начинает в условиях нашей Брянской области плодоносить. И интересен тем, что как раз таки он достаточно крупный. Максимальный размер 4,2 грамма. Ну, это где-то самая крупная ягодка будет ближе туда к 2-х рублевой монете. Но не надо забывать, что у смородины черной кисть имеет такое свойство, как сбежистость. Поэтому в кисти будут плоды от крупной, средней до мелкой. У этого сорта мелких ягод нет. Крупная, средняя. Отрыв сухой. Иногда, когда бывает очень жаркая погода и вовремя не убрали, ягодки начинают немножко подвидать, уже перезревая на кисти. Тогда перезревшие ягоды могут отделяться с мокрым отрывом. Если вы собираете урожай у этого сорта в оптимальные сроки, отрыв сухой. Сейчас у нас тенденция такая. При создании сортов формы с мокрым отрывом – это селекционный брак. С формы с мокрым отрывом государственные испытания даже не передаются. 67 показателей, по которым ведется отбор. И вот пригодность к машинной уборке – как раз-таки один из элементов – это сухой отрыв. А это одно из основных базовых требований для передачи сорта в государственные сорты испытания. Ну и тут же я вам показываю сорт Дарс-Малениновый, чтобы вы хотя бы визуально его видели, у кого нет. Вот два сорта для нашего региона, группа ранних, десертных, крупных – Брянский агат и Дарс-Малениновый. Брянский агат – это наша селекция. Дарс-Малениновый – это Александр Иванович Астахов, всеми уважаемый наш ученый местный Мичурин, который творил не только с черной смородиной, занимался и яблоней, и малиной. Жалко, что его с нами уже нет. Особенность этого сорта заключается в том, что где-то с середины июля у сорта Дарс-Малениновой может появляться на листьях листовые пятнистости – антракноз, септориоз, циркоспороз. Как правило, это болезни, свойственные больше для растений возрастных. Почему? Листовые пятнистости, они находятся в зимущей стадии на листьях. Поэтому понятно, что вы там весной листовой упад, если уберете, инфекционная нагрузка будет ниже. Если оставите, инфекционная нагрузка возрастает. С возрастом растений листовые пятнистости аккумулируются, накапливаются и прогрессируют. Поэтому для возрастных растений этого сорта типично, что в середине июля, к периоду созревания урожая, на листьях будут пятнышки. Рыжие, бурые, белые. Антракноз, септориоз, циркоспороз. Чтобы вы так немножко не пугались. Это будет. Но это эталон вкуса. Чтобы вы представляли, что многие не любят смородину кушать в свежем виде, потому что она кислая. Здесь таких ягод не будет. Вот два сорта, которые действительно по пятибалльной шкале пять баллов. Наш новый сорт чародей. Сорт среднего срока созревания. Кисть небольшая. Ягодки крупные, средние. Мелких нет. Сам по себе куст выделяется на фоне остальных. Куст невысокий. Выше полутора метров не бывает. Он из всех вот этих сортов, которые я вам буду показывать, наверное, самый маленький. От тяжести урожая ветки не полегают. Кисточки короткие, небольшие. И довольно-таки плотно расположены ягодки на нем. Стрелец. Включен в реестр в шестнадцатом году. Видите, весь облеплен урожаем. Ну, за недостаток этого сорта могу назвать. Видите, вот на ягодках неопадающая сухая, а цветков, хвостики. Ну, кто-то считает, что это недостаток. Вот у крыжовника такое может быть. Это называется неопадающая зависть. Среднего срока созревания. Конечно, вкус будет покислее. Вкус уже будет кисло-сладкий. Кисло-сладкий определяющее слово второе. Все-таки будет немножко доминировать сладость. Но кислота будет присутствовать. Такая освежающая. Стабильно. Постоянная нагрузка. Где-то два с половиной килограмма с куста он дает. Вот вам показываю новинку. Только в прошлом году этот сорт был включен в реестр. Это уходящее эхо работы Астахова Александра Ивановича. Это сорт его, который уже Майя Владимировна передала в испытания после его смерти. Кудмих называется. Ну, расшифровка. Куденков Михаил Игнатьевич. Это был у нас начальник госкомиссии по плодовым госсортно-испытательной сети. В честь его был назван сорт. Два года я его вижу в плодоношении у нас в коллекции. Чем он меня заинтересовал? Во-первых, мелких ягод нет. Ягодки все крупные, средние. Средний раннего срока созревания. Вкус. Вкус где-то вот туда ближе к нашим брянским агатам и Дарус-Маленинову. Где-то 4,8 баллов. Ближе туда к идеалу. Мы его все-таки считаем десертного вкуса. Он сладкий. Понятно, что будет все это еще зависеть от погодных условий. Если будет достаточно солнышка, светит солнечная инсоляция, будет больше образовываться растворимых, сухих и накапливаться веществ, сахаров, он будет десертом. Если ледо будет холодным, прохладным, он кислым все равно не будет. Он ближе туда к десертным сортам по вкусу. И он крупный. Отрыв сухой. Нагрузки еще на нем большой не было, потому что, вот, говорю, только лишь два урожая мы на нем видели. Такой нагрузки, чтобы вот, знаете, 4-5-летние кусты, когда от нагрузки ветки опускаются до земли. Но мы пока такой нагрузки не видели, не могу сказать. Но кустик достаточно пряморослый, относительно других сортов. Средний по высоте где-то метр шестьдесят, где-то вот такой высоты. Побегообразовательная способность хорошая. То есть режем, черенки отрастают достаточно так стабильно, хорошо. Ну, нареканий по этому сорту. Клещань на нем не видел. Мучнистой расы на нем не было. За этих вот два года с подоношением. Пятнистости там особо так ничего не бушевало. Новый крупноплодный десертный сорт Александра Ивановича Астахова. Это новинка. В этом году включен в реестр сорт Дебрянск нашей селекции. Среднего срока созревания. Сорт не самый десертный, но очень урожайный. И сорт крупноплодный. Мелких ягод вообще не формируют. Отрыв сухой. Достаточно пряморослый. Клещом не поражается. Поражается, он восприимчив к мучнистой росе. Он не иммунный. Но при оптимальных погодных условиях на нем мучнистая роса, как правило, проявляется в конце мая, начале июня. И сильно не бушует, как на некоторых сортах. Допустим, как глобус, когда там даже, как Венера, когда там даже не только листья, а и зависть бывает поражена мучнистой росой. Он восприимчив, но он достаточно устойчивый. Мы этот сорт считаем донором крупноплодия. Мы активно его используем в селекции за вот это вот качество. Очень крупную ягоду. У него все ягоды какие-то ровненькие, крупные. Практически в кисти они неизбежистые. Такие ягоды на таком растении и собирать приятно. За мелкой ягодой это и рука не хочет тянуться, правильно? Это тоже наша новинка. Пока в испытании. Очень себя хорошо закоремендовал сорт кудесник. Очень плотная ягода. Отрыв не просто такой сухой, а с каким-то таким вот характерным щелчком. Слегка ягодка вытянутая. Это не просто искажение фотографии, когда вот ее там на экране тянут. Она действительно имеет такую немножко слегка каплевидную форму. Это там в родословной есть сорта с такой вытянутой ягодой. Просто у родителей ягодки чуть помельче. А здесь видите, все такие вот ровненькие, блестящие, но немножко кисловат. Клещу устойчивый. К болезням основным устойчивый. Растение высокое. Где-то вырастает до метра семидесяти. Достаточно высокие кусты его формируют. Хорошо размножается черенком. Ну вот мы думаем, что в ближайшее время этот сорт пройдет испытание. И будет предоставлен к вашему всеобщему обозрению. Сорт гамаюн. Ну это не новинка, конечно. Сорт в 2012 году был включен реестр. Это наш сорт. Ну вот это вот один из наших первых сортов, который пошел в производство. Ягодка немножко сбежистая, но очень урожайный. Устойчивый к клещу. Правда, тоже кусты такие формируют мощные. Где-то до метра шестидесяти, метра семидесяти высотой. Это наш новый сорт. Очень интересный. Потому что он будет интересен не только для промышленного производства, но и для саводоводов-любителей. Надежная такая стабильная урожайность у него. Продуктивный, отрыв сухой, дружность созревания. Как правило, середина первой декады июля и дальше. Сроки созревания немножко могут корректироваться от погодных условий. Бывает там весна какой-то, чуть пораньше начинается, на несколько дней. Там уже и цветение смещается. У нас, как правило, вот 1-2 мая начинает свести смородина. Пораньше весна началась, на 2-3 дня раньше. Похолоднее, на 2-3 дня позже. Где-то 40 дней от цветения до созревания проходит у смородины черной. Сухой отрыв, дружность созревания. Вообще, сорт достаточно интересный, пряморослый. Нагрузку дает хорошую, но ветки крайние от оси по тяжести урожая, как правило, не полегают. Чем он как раз-таки привлекает внимание для машинной уборки урожая. Но для вас, садоводов-любителей, тоже будет сорт интересен. Клеща на нем не видели никогда. У нас основной бич – это клещ, потому что он трудноуязвим. И не только поэтому. Я там чуть дальше буду вам рассказывать, там я буду фотографии вам покажу. Может, кто-то знает, кто-то видел. Есть такая вирусная болезнь, называется реверсия. Которая, это полностью бесплодие куста. Так вот, этот вирус как раз-таки и переносит клещ. Почему? С клещом-то мы стараемся бороться. Мало того, что он приводит к тому, что почка не распускается, не дает дальнейшему урожаю. Он еще за собой и вирус реверсии тянет, который приводит полностью к бесплодию куста. Поэтому акцент особой всегда даем на устойчивость к клещу. Так вот, этот сорт клещом не поражается. У нас считается, вот у нас в коллекции сейчас, у нас было где-то около 120 сортов, сейчас осталось 98 сортов черной смородины в коллекции, которую мы изучаем. Только, наверное, сортов 5 могу назвать, на котором никогда не было клеща. Все остальные, они восприимчивые. Они знают, что там обязательно будет клещ. Но при оптимальных условиях, при его присутствии, может не у вас, может у соседей, какой-то старый курс, который подвержен этому вредителю, и он расселяет дальше этот фитопатоген, и он к вам летит. На этом сорте клеща никогда не было. У нас считаются иммунными сорта, не считаются, они действительно иммунные сорта. Дарс-малининовый клещом вообще не поражается. Сорт кипиана, это орловской селекции, клещом вообще не поражается. Но если дарс-малининовый, он десертный, то кипиана там на основе смородины клейкой, там уже дикий вид работал при создании сорта, там ягодка, конечно, будет кисловата. Вам, садоводам-любителям, ну тут уже выбирать между устойчивым и десертным. Что вам, какие у вас приоритеты, может у вас там запасов сахара хватит, вы подсолодите эту ягодку. Это все он, видите уже, как отличается. Там была кисточка у чародея, плотненькая, короткая, да? Здесь уже совсем другая кисть. И ягод в кисти больше. Новый сорт. Пока только в испытании. В ближайшее время будет районирован. Очень такой урожайный. Хорошую дает нагрузку. Ветки, плотно упакованы кистями и ягодами. Формирует даже при, если хорошо его кормить, иногда у него проявляется, а это именно, не только от генотипа, а еще и от агротехники, проявляется на некоторых ветвях многокисность. Из одного узла выходит не одна кисть, как это обычно бывает у черной смородины, а две. Поэтому у него и визуально кажется, что вот так вот плотно упакованная ветвь ягодами. Новый сорт Астахова. Это еще наследие Астахова. Его ученики, Эмайя Владимировна, этот сорт передавали в сорт испытания. Пока он в испытании, но он активно шагает по нашей Брянской области. Они его размножают, Институт Люпина. Они его реализуют, саженцы, среди садоводов-любителей. У нас в коллекции он есть. Два года мы на него смотрим. Мое личное мнение, все-таки вот сорт Кудмих, наверное, будет по урожайней. Но мы еще пока его изучаем. Крупный, где-то по вкусовым достоинствам, туда где-то 4,8, не пятерка. Но мелких ягод тоже у него нет. Крупный и средний. Устойчив к основным болезням. Клеща на нем не видели пока, но он еще молодой достаточно. Он сидит у нас только 4 года. Как Кудмих, так и подарок Астахову и 4 года. Кстати, вот если посмотреть в интернете, я считаю, что для садоводов-любителей это не самая лучшая платформа, где можно почерпнуть знания. Часто его путают, подарок Астахова, память Астахова называют, искажают название этого сорта. Правильное название – подарок Астахову. Потому что его уже передавали в испытания после того, как его не стало. Его ученики и Майя Владимировна, которая вызывает этот отдел. Тоже новинка, ихняя. Пока в испытании. Тоже институт Люпина. Если посмотреть вот из этих трех сортов Кудмих, подарок Астахову, Соловийная ночь, я бы все-таки первое место отдал бы сорту Кудмих. Потом подарок Астахову, потом вот этот. Либо мы пока его не рассмотрели, потому что достаточно молодой еще. Но те сорта все-таки у них более мощная нагрузка. Здесь и кисть покороче, и в кисти ягод поменьше, хотя вкусовые достоинства тоже туда, ближе к десертному. Вообще, Александр Иванович Астахов, у него и селекция была так направлена, что его сорта, вот визитная карточка астаховских сортов – это размер и вкус. Допустим, орловчане работают, у тех четко устойчивость к грибным болезням. А у них все направлено на иммунитет. У Александра Ивановича вкус-размер. То есть, немножко вот тут, зная, чьи сорта, можно знать, что они уже собой представляют. Это наш сорт – Бармалей. В прошлом году был включен в реестр. Это первый сорт, который поздний. Все были… Два сорта я вам показал ранних. Это Брянский агат и Дарс-Малениновый. Остальные была группа средний, ранних и средних. Вообще, самая объемная группа – это все-таки средних по срокам созревания. На сегодняшний день в государственном реестре у нас около 190 сортов черной смородины, включенных в реестр для производственного использования. Около 190. Где-то процентов только 15 из них будет ранних, и лишь только процентов 8 будет поздних. Поздних меньше всего. Понятно, что вы, как садоводы-любители, хотите употреблять как можно дольше, как можно длительный период свежую ягоду. Вам бы посадить бы раннюю, среднюю, позднюю, и начинать с конца июня и до начала августа. И это возможно. И это получается, если подобрать сорта. Сажаем ультра ранние, ранние, средние ранние, средние, поздние. Так вот, у нас группа поздних как раз-таки мало представлена сортами. Нет, как правило, таких хороших сортов. Из старых сортов, которые вам уже давно известны, вы их знаете, это сорт лентяй. Опять же, орловской селекции, серии Дмитриевича Князева. И это Князева, Гольцова авторы. Лентяй в производство он не пойдет, потому что растянутый период созревания. Вы знаете этот сорт? Вы видели его? Чем он характеризуется? Крупная ягода, достаточно десертная, ну, скажем так, 4,5 по 5-балльной шкале в куст. Впечатляет размер. Крупная. Для вас интерес представляет потому, что растянутый период созревания. Вы на один выходной приехали, с филой собрали ягоды, осталось бурое и зеленое. В следующие выходные приехали, то, что дозрело, собрало. А в третий раз приехали, добрали полностью. Период созревания растянутый. В производстве такие сорта неинтересны. А садоводам, любителям, наоборот, они дай вот нам такой сорт, он нам очень нравится. Крупный, сладкий и растянутый период созревания. Так вот, лентяй это поздний сорт. Вот в группу поздних как раз таки и относится сорт Бармалей. Вот это вот, как у него плодоношение. А вот тут будет фотография, как у него веточка выглядит. Скажем так, кисло-сладкий, где-то вот туда, к четверке, причем, если там, скажем так, 3,9-4. Ягоды не десертные, кисловат все-таки. Будет побольше солнышка, будет получше. Будет похолоднее лето, будет покислее. Но нам интересен тем, что он поздний. Как раз таки мы растягиваем период потребления свежих ягод. Достаточно устойчивый. Клеща на нем нет. К мучнистой России устойчивый. Листовые пятнистости на нем проявляются. Это наша новинка. Можно сказать, даже наша гордость. Сорт-подарок ветеранам. Очень интересный сорт. Я думаю, что этот сорт мы передали 4 года назад в испытание. Думаю, что в ближайшее время он будет включен в реестр. И мы начнем активно его размножать для садоводов-любителей. Чем интересен? Он вкусный. Он крупный. Мелких ягод он не формирует. Очень крупный. Дает хороший урожай. Клеща на нем нет. Мучнистой росы нет. Пятнистости так. Ну, можно сказать, относительно устойчивый к листовым пятнистостям. Ветви не полегают. Куст прямостоячий. Побега восстановительная и образовательная способности хорошая. Очень такой перспективный, хороший сорт. Мелких ягод нет на нем. Созревание дружное. Ну, просто красавец. Это средне-поздний. Он средне-поздний срок созревания. Видите, вот листик у него такой чистый. Полностью созрели ягодки, видите, с правой стороны. И все листики чистые. И ягодки такие вот у него ровненькие все. Для смородины все-таки типична сбежистость в кисти. Потому что кисть, когда выдвигается, она и цвести начинает неравномерно. От основания к окончанию. У основания, как правило, более крупные. Бутончики, соответственно, и завязь, и ягодки формируются. А туда уже к окончанию они, как правило, мелкие. И это типично для этой культуры сбежистость по кисти. У этого сорта сбежистости нет. Он как раз таки характеруется одномерностью плодов. Это новый сорт орловской селекции Сергея Дмитриевича Князева. Назвал этот сорт, он в честь своего учителя, Татьяны Петровны Гольцовой. Сорт десертного Гольцова. Действительно, сорт десертный, крупный. Они вот с нами поделились саженцами. Несколько лет он у нас уже плодоносит. Сорт очень интересный. Вообще никогда не поражался мучнистой росой. Какое бы ни было лето, сколько бы ни было осадков. Мучнистой росы на нем никогда не было. У них и селекция поставлена как раз таки вот основное направление исследования. Это устойчивость к грибным болезням. Нет, он вообще ранний. Да, он ранний. Ну, так вот, средний ранний. Он туда после, он после брянского агата. Не вровень с ним. Ладушка. Тоже новый. Ну, этот сорт чуть будет, у нас уже, наверное, лет 6 мы за ним смотрим. На мой взгляд, недостаток этого сорта в том, что он настолько обильно формирует урожай, что ветви не выдерживают нагрузки, и по тяжести урожая веточки полегают. Пожалуй, это, наверное, единственный недостаток этого сорта. Также клеща на нем мы не видели. К грибным болезням достаточно устойчивый. Так, в конце мая появляется на молодых листочках мучнистая роса. Но она не прогрессирует и не становится причиной потом попадания листьев. Но из-за тяжести урожая получается, что он хорошую нагрузку дает. И если не проводить обрезку дома, не формировать куст, мы пробовали делать несколько кустов, обрезать полеглые ветви, а некоторые, вот как он формирует, так и оставляли. И получилось, от тяжести урожая куст получился такой изогнутый, пониклый. Это причина в том, что не выдерживает ветки нагрузки. То есть в домашних условиях будете либо обрезать полеглые ветви, либо куст надо подвязывать. Очень урожайный. Но вкус, конечно, так, кисло-сладкий, не десертный. Ну, это вам для разнообразия, кто не знает. Видели, знаете, что бывают смородины черные с зелеными плодами. Некоторые считают, что это какой-то другой совершенно вид, ошибочно. Нет, это рибус нигрум, смородина черная. Просто цвет, окраска плодов, там ген работает, немножко по-другому сработал. И темные окраски плоды не формируют. Вообще для смородины черной характерна окраска. От зеленой до синий, фиолетовый, темно-черный. Ну, даже бывают такие фиолетово-матовые ягоды окрашенные. Так вот, чтобы вы знали, что бывают смородины черные, они с зелеными плодами. Преимущество в чем? Некоторые, есть даже в нашей среде ученые, которые пропагандируют этот сорт, заслуженно пропагандируют такие сорта. Потому что, ну, проблема на экологии уже давно у нас стоит. И есть люди-аллегрики, которым нельзя употреблять пищу окрашенные плоды. То есть для них вот это уже выход. Преимущество в чем? Как правило, все зеленоплодные формы смородины, они десертные. Кислых нет. У нас есть форма, вот у нас есть и новая форма. Мы пока ее изучаем. Наша свинь называется. Тоже она десертная. Потом есть сорта там золото инков. Плодов, это Жидехина, Мичурин, Стамбовская область, они достаточно урожайные, они десертные. Но, на мой взгляд, какой их недостаток? У них размер плодов, как правило, на уровне смородины красной. Грамм 1,2 граммов, не более. То есть не достигает она той продуктивности, которую дает смородина черная. Но и такого обилия побегов и кистей с плодоношением она не дает, как смородина красная. То есть урожайность будет пониже, ягодка, понятно, мельче. И еще как недостаток, при созревании, вот вы видите, там кое-где просвечиваются темненькие такие вот семена. Видите? Можно обратить внимание. При полном созревании ягодка будет желтеть, а семена темнеть. И вот эстетически это не очень так, на мой взгляд, да, красиво выглядит. Конечно, ты понимаешь, что это витамины, что это надо кушать, но рука все-таки тянется, если она черная, то к черной, если она красная, то красная. Но чтобы вы понимали, что и такое есть, и можете с этим столкнуться, и при желании кого-то, того же внука удивить, посадить себе такой саженец. Я всегда говорю нашим студентам, как отличить смородину красную и черную, если нету ягод. Оторвали лист, у черной смородины в руках помяли, запах черный. У красной такого нету. Так вот, поскольку эта смородина черная, то как раз таки будет запах, аромат черной смородины. Ничем не перепутаешь. Так, и тут мы с черными пока по сортами закончим. Я вам показал то, что вот после нашей с вами последней встречи появилось новое, что могло бы вас заинтересовать. Чтобы не было вредных иллюзий, сразу оговорюсь, это не значит, что саженцы этих сортов будут реализацией. Я вам показал, что вы могли бы у себя посадить из того большого разнообразия, которое сейчас у нас, 190 сортов смородины черного в реестре, что из этого я бы вам порекомендовал. Потому что мы постоянно занимаемся сортоизучением, смотрим, видим, что вот это не надо, это не надо, а вот это да, вот это можно посоветовать. По красным смородинам, ну, понятно, что название Ribius rubrum, смородина красная, а в смородину красную входят смородины с оттенками и белыми, и розовыми, да, и красными, и темно-красными. То есть правильно ботаническое название смородина красная, а плоды могут быть и белые. Это сорта орловской селекции. Я вам просто так вот покажу, чтобы вы записали и для себя представляли, как они выглядят. Скажу для них общее. Вот эти все сорта по размеру, примерно одинаковая ягода, по вкусу, мне больше всех нравится Осиповская. Вот сорт мармеладница, обратите внимание, это наши соседи-орловчане, Ольга Дмитриевна Галяева, автор сорта, они не случайно этот сорт назвали мармеладницей, потому что когда сорта красной смородины передаются в испытание, для них одно из требований технологичности – это желирующее свойство, пригодность к переработке. Так вот этот сорт, потому так и назвали, что у него там великолепное желирующее свойство. Кто там дома занимается переработкой, вот можно обратить внимание. Ну, Баяна – это, понятно, в честь Баянова селекционер, там в Орле была заведующая отделом селекции ягодных культур. Это все относится к смородинам красным, только белоплодные формы. Особо акцентов не расставлю, потому что они примерно все типичные, по вкусу, по размеру, Осиповская будет послаще, вот, по продуктивности созревают, там плюс-минус, но, допустим, у Баяны, там, ягода может еще висеть чуть ли не до морозов, не осыпаясь. А так они примерно типичные. Это старые игры, сорта, вот, как контроль, видите, хоть старые, хоть молодые, они все примерно одинаковые. И вот вам, видите, сразу шкала, вы сравниваете, какие размеры были у черной, да, это их новинка, их невоспитание, да, плотная такая. Ну, и поскольку смородина, крыжовник – это культуры, которые перекликаются, я просто вам показать, что есть такие сорта, которые достойны вашего внимания. Крыжовником, увы, не занимаемся, мы его не размножаем, и саженцев крыжовника у нас не бывает. Но вдруг у вас возникнет желание посадить себе хороший сорт, пожалуйста, вот, обратите внимание, вот это сорт Орловской селекции, автор Олег Курашов. Не самые крупные плоды формируют. Но очень вкусный. Кстати, вот этот сорт, он практически бесшипный. Для крыжовника проблема-то вот это шиповатости. Есть хороший сорт бесшипный, там, Северный Капитан, но он мелкоплодный, вот этот будет поурожайней. Мы крыжовниками вообще не занимаемся. Я держу в коллекции, просто чтобы посмотреть, как сорта чужие ведут у нас в нашем регионе, чтобы так иметь представление, чтобы показать студентам. Иногда мы даже там пробуем что-то пересевать. Но у нас есть несколько своих гибридов крыжовника, но их недостаток, они, как правило, все сильно околюченные. Поэтому мы пока так, в рабочем у нас все это порядке идет. Достаточно крупноплодный, вкусный. Мне вот этот сорт очень понравился. Единственное, когда жарко, ягоды созревают, начинают осыпаться. Его надо вовремя схватить. Мучнистой росы практически никогда нет. Листики чистые, очень урожайные. Тоже новинка их, не орловская. Веточки все утыканы ягодками. Ветку поднимаешь, там с листьями все сливается. Листьев практически не видно, когда собираешь урожай с этого сорта. Не самый крупный, такие ягодки средние. Если будете кормить, то мелких ягод не будет. И что касается околюченности. У сорта Discovery на побегах, как правило, шипов нет. Есть единичные шипики у основания побега. А так он достаточно свободный от шипов. Ну и сливовый это уже так, сорт на закуску вам, это уже достаточно популярный сорт.